всем доброго времени суток с вами алексей и мы продолжаем играть в игру дальнобойщики транспортная компания в прошлой части мы с вами завершили поставленную нам задачу ну и как я сказал новую карту мы будем начинать уже на свободной игре выбрал я вот такую вот карту леса ферронии и на ней с нуля мы будем развивать наш транспортный бизнес как мы видим у нас есть только лишь офис компании гаража здесь своего у нас нету предприятий на карте также не очень много ну и для покупки нам предлагаются три гаража первый гараж вот на северо-западе карты чё там название я его не вижу почему-то так далее здесь тоже без названия и вот рядышком с нами так ну вот этот карданный вал этот сейчас посмотрим как называется подшипник и тоже подшипник 2 подшипника так ну вот это скорее всего федеральный гараж да это федеральный гараж у нас его мы купить не можем но предлагаю купить гараж я вот этот потому как он находится в более таком выгодном скажем географическом расположении то есть и туда и сюда до предприятий поближе немножко 600 тысяч у нас на счету сейчас после покупки останется 400 купить за за 200 тысяч до купить здесь уже будет не так просто как у нас было в предыдущей такой полу обучающей миссии но это собственно говоря и интересно потому как развиваться более-менее с нуля никто нас уже не будет подгонять всякими заданиями там ограничивать во времени поэтому для начала изучим предприятие что они выпускают какие типы автомобилей нам требуется итак тяжелая фабрика электромолот здесь у нас есть лесоводство этому не может не радовать это хорошо так но в основном здесь контейнеровозы присутствуют так почему мы не можем прокручивать а потому что ограничено здесь все это это все что она нам предлагает понятно так далее у нас есть лесопилка но здесь понятно что нам предлагают возить так здесь вот где мы находимся у нас пока что нет никаких предприятий так далее по карте есть электростанция тоже ничего пока здесь у нас нефтяная вышка тоже ничего так не так уж много нам и предлагается ферма зерновая так и здесь у нас рынок овощи и фрукты но пока что из типов транспорта у нас только лесовозы контейнеровозы и цистерны так давайте сразу же посмотрим так цистерну возьмем нерля все-таки 12 тонн хоть и не такие скоростные характеристики но тоннаж он берет неплохой возьмем так водитель так отсекая ненужные нам категории он даже есть чего выбрать так 3127 возьмем помоложе возьмем помоложе и сразу же назначим ему контракт так вот хороший контракт сразу далеко правда ездить но надеюсь он справится тоннаж подходит скорость подходит и 109 тысяч нам заплатят если мы все это дело если мы все это дело выполним так хорошо так пускай выезжает из гаража так дальше 330 тысяч у нас осталось так а наши предприятия там нет еще контрактов у них новых не появилось контейнеровозы лесовозы так ну возьмем так возьмем наверное лесовоз дорого правда стоит это хозяйство так 70 тысяч прицеп это у нас остается 240 и 200 неплохо тогда ну пробуем кто говорят не рискует тот не пьет шампанское я не любитель шампанского но все же так так ну здесь выбирать не искала поэтому берем водителя того который есть сразу же назначим ему контракт контракт так ого-го контракты не очень-то и выгодные все да что-то я сразу не посмотрел ну ладно ничего страшного тогда возьмем вот на 53 тысячи так 60 у нас еще осталось да что у нас по контейнеровозам 100 тысяч ха 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 да нет возьмем наверное киржача то что доступно чем больше машин будет изначально у нас ездить тем быстрее мы поднимемся так назначим ему или ей так 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 ну вот такой вот контракт выбора особо у нас вижу я нету так до скоростной контракт мы не сможем взять выбора у нас особо нету так нет где-то же был только что был повыгодней вот этот вот назначает тогда все господа поехали поехали сейчас будем наблюдать как мы сразу же уйдем в минус понеслись наши так а что же эти вот ничего нам не предлагают интересно почему почему или для них нет других производств которые еще должны построиться так вот здесь вот фуры то куда-то должны возить нет так первый заработок принес нам лесовоз так поехали ферма зерновая они только загрузились так вот лесовоз опять какие поля тракторов не вижу где фарминг симулятор поля как-то интересно переливаются как на ветру что ли нет или это текстуры хулиганят с водой же он творится что-то непонятное ну это и ясно игрушка сделана под экспеху переделана под семерку но не суть не суть важно в принципе ухты даже завершил уже контракт наш лесовоз так стой пока не уезжай ты еще в довольно таки неплохом состоянии мы сейчас тебе еще что-нибудь придумаем так вот восемьдесят девять тысяч тоже неплохой контракт давай-ка не отходя от кассы как говорится сразу же о загрузился поехал так нам до ста тысяч надо как-то сейчас доскрести чтобы купить контейнеровоз а потом мы себя наверное озаботим покупкой техничной помощи и тягача тоже немаловажные вещи чтобы не платить федеральному гаражу да и он расположен так что допустим машина если где-нибудь вот здесь у лесопилки сломается он будет ехать туда полдня а отсюда вот с нашего гаража почему я и сказал что выгодно расположен так стоп сто тысяч есть выгодно расположен то что и в правую часть карты и в левую ехать примерно одинаково здесь конечно вот эта вот река сложность создает но зато интересней будет так покупаем контейнеровоз за сто тысяч нанимаем водителя так вот самого молоденького николай ерошкин будешь теперь ввозить у нас контейнеры так что тут появилось что путевое так тут только скоростной о довольно таки неплохой контракт давайте берем так стоп а я взял на 9 тонн ай 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 ну что такое блин не посмотрел вот бывает сейчас нам будут кричать что что не справится эта машина так контр д появился но у нас пока для открытых бортов тут работ совсем нету совсем все плохо полезли мы в минус сразу же вылезли в плюс ну здесь это такое привычное дело залезть в минус потом вылезти в плюс это здесь у нас практикуется такое вот пожалуйста уже начали ломаться так ну сломался не критично починил на месте на скорее всего машина не обеспечит контракт согласен абсолютно но будем надеяться что обеспечит будем надеяться что обеспечит что нас сильно не штрафуют вот как авторитет попер сразу 23-26 процентов так лесовоз закончил опять ломается пускай лесовоз у нас съездит поремонтируется сейчас еще придется нам нанимать техников так что там нам да знаю я что не обеспечит контракт но если от него отказаться один черт штрафные санкции будут что ж теперь делать то вот невнимательность все невнимательность жадность быстрее быстрее побольше всего много и мне так заезжает в гараж и да машина не чинится сейчас нам скажут что техников надо нанять да наймите техников сейчас наймем так ага вот здесь вот техники так один кандидат и второй кандидат есть такое дело теперь машина чинится правда эффективность небольшая так как техники наши еще молоденькие неопытные но начало всегда трудно так сейчас скажет наймите менеджера того наймите менеджера того а нет машины проставят слишком долго сейчас мы ее отправим так вот этот хороший контракт на заметку возьмем а вот этот еще лучше контракт давай-ка езжай по нему чтобы не простаивал ты слишком долго вот пожалуйста первые штрафы поперли не успевает он нужный груз доставить и контракт-то очень долгий блин папан до пола папан досик конечно с этим контейнеровозом быстрее бы сто тысяч второго бы в помощь ему отправить так давай-ка езжай родной назад чиниться где ты там едешь ага вот он нарисовался починяем да знаю я что не обеспечит контракт вот тоже мне простаивает слишком много так 7 тонн 39 тысяч так здесь у нас тоже 9 тонны этому не пойдет этому такие не пойдут тоже 9 тонны 43 тысячи четыре раза съездить ну езжай что же делать езжай так раз у нас тут не хотят не хотят нас контрактами снабжать и обеспечивать значит будем работать пока с тем что есть вот благо лесовоз у нас не подводит удачно я на него ставку сделал так вот опять понеслась рейтинг у нас провален завершён этап контракта вот забодают они теперь ладно купим еще одну еще один контейнеровоз так вот это помоложе и поопытней пускай он ездит так добавим контракт этому тоже все езжай помогай выручай родной выручай родной надеюсь мы не сильно опростоволосимся на 9 тонн конечно рейтинг у нас из-за этого не повышается так наш лесовоз закончил погоди не едь в гараж остаются только бронзовые контракты так ну самый выгодный теперь вот теперь вот этот вот давай-ка на нем поработай прошу прощения так здесь у нас вообще только гараж будет что-нибудь здесь развиваться мне интересно будут ли здесь инкассаторские перевозки по идее должны быть по идее должны быть вот тут вот наверняка что-то должно отстроиться но здесь вряд ли какое-нибудь предприятие будет ну вот здесь вот возможно что-то когда-то будет а может и нет так какой-то приз нам оп исчез ладно так 120 тысяч хорошо сейчас мы прикупим в наш гаражик в наш гаражик машину техпомощи отлично и вот она появилась вот желтенькая так нерль наш спешит на починку пусть спешит кроме техников мы пока никому не никого не нанимали да ну пока нам и не нам не напоминают об этом в принципе так что уже теперь не матеряться что машина контракт не обеспечивает вроде как нет вроде как нет это уже хорошо так ух лесовоз у нас шустрый ребята смотрите что творит ладно пусть починится приедет так нашему нерлю мы дадим вот такой вот контракт ну правда вот скорость меня смущает требуется 56 у нашего 57 ну будем надеяться что справится будем надеяться что справится так ну вот вот уже ребята вдвоем уже справляются уже рейтинг у нас поднимается это хорошо так лесовоз у нас чинится так все починился и ух ты ух ты какой контракт жирники 1155 километров сто восемь тысяч берем ага берем конечно берем конечно берем так так ну что ж на этом я пожалуй буду серию заканчивать начало у нас положено не без косяков конечно не без казусов но не ошибается тот кто ничего абсолютно не делает в общем кому понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал и всем всего спасибо